Ротари и ротарианцы В моем пути в ротари, я очень многое у него старался взять по жизни от ротарианского лидера У нас в гостях чартерный президент ротари-клуба Харьков Сити Роберт Макарчан Добрый день Роберт Здравствуйте Владимир, спасибо большое за такое представление Роберт, вот среди множества ротари-клубов существуют разные оценки, как правило Одного, другого, третьего Вот абсолютное большинство клубов в оценке Харьков Сити-клуба Говорят, это очень такой, скажем, клуб, который чтит ротарианские традиции, ротарианские правила И, наверное, самый принципиальный клуб в отношении того, чтобы соблюдать или обеспечивать ротарианскую дисциплину среди людей Вы с такой оценкой согласны? Ну, я не знаю, как это организовано, конечно, в других клубах Но когда мы занимались организацией нашего клуба, я стремился к тому, чтобы все те ротарианские принципы, которые были заложены еще Полом Харрисом в 1905 году И которые за вот эти вот более чем за 100 лет были приняты как основа ротари И на которых на этих принципах стоит ротари, чтобы они соблюдались в нашем клубе неукоснительно То есть и формально, и реально, чтобы в клубе были люди, которые готовы, девиз служению обществу превыше себя самого Готовы это считать своим жизненным кредом И не просто так сказать на словах, но и на деле Мы подбираем таких ротарианцев И у нас обычно, ну, в год, не каждый год мы принимаем даже члена клуба Обязательно, чтобы все 100% проголосовали за члена клуба Обязательно, чтобы у члена нашего клуба не было каких-то таких вот темных пятен Или обязательно, чтобы он был уважаемым, авторитетным человеком в городе, в области Ну, я вот так знаю, опять-таки, где-то из истории, что для того, чтобы вступить к вам в клуб Люди иногда годами ждут очереди Да То есть проходят некий испытательный срок, как бы кандидатский срок какой-то Бывает год, бывает два года, есть люди, которые хотят вступить или хотели вступить Ну, скажем так Мы делали клуб для того, чтобы клуб собирались, во-первых, всем членам клуба должно быть комфортно в общении друг с другом И клуб должен совмещать и добрые дела, и реальные проекты с комфортным общением друг с другом Роберт, вот за много лет уже существования вашего клуба у вас было несколько программ таких Ну, скажем, вот, многолетних, может быть, длительного периода, так сказать, действия Расскажите, пожалуйста, какие программы Ну, так как у нас большинство бизнесмены, то бизнесмены любят все, чтобы было четко, конкретно, бюджетировано И с перспективой не на один год, не сиюминутные какие-то проекты, да, а именно такие вот проекты, которые будут системными И одним из таких проектов является Шевченковский детский дом, в котором мы каждый год помогаем Знаем все нужды Каждый президент ездит в этот Шевченковский детский дом У нас есть ответственный человек за это И, ну, скажем так, общаемся и с детьми, и с воспитателями Это одна из таких вот программ Одним из еще вот проектов, который постоянно действующий, вот, стал Это Харьковские ассамблеи На очередном из них мы сейчас присутствуем с вами Есть наши стипендиаты Дальше, вот, ну, к сожалению, та ситуация, которая сложилась у нас сейчас в стране, да, там Делать новые вызовы, да, там и нам приходится реагировать И, может быть, не совсем системно Но вот один из наших последних проектов, это мы сделали совместно с Владимиром Николаевичем Лисовым Нашим паст-президентом и ректором медицинского университета Мы сделали проект расширения гемодиализного центра Еще на шесть мест, вот, так как у нас увеличилось количество переселенцев из Донецка, из Луганска И поэтому мы достаточно серьезные деньги вместе как раз с клубом немецким Константс Майнау, мы сделали такой большой проект общей стоимостью где-то около 200 тысяч долларов На самом деле Вот, Роберт, вот, насколько я знаю ваших серьезных людей, артерианцев в вашем клубе У вас, именно в вашем клубе, вот, самом таком серьезном Есть совершенно умилительное хобби, умилительная коллекция Да Расскажите, пожалуйста На самом деле, то, что вы говорите, у нас очень серьезные люди На самом деле, если вы посетите наш клуб, то вы увидите, что они постоянно У нас смех, улыбки И, да, действительно, мы собираем колокольчики С самого начала, как только я провел первое учредительное такое собрание инициативной группы Я купил колокольчик, позвенел, все посмотрели, говорят О, хорошая идея, давайте мы будем собирать колокольчики Но так как наши ребята путешествуют очень часто То с каждой командировки или с каждой поездки приводятся колокольчики И сейчас наша коллекция уже превышает тысячу колокольчиков Даже я разговаривал с представителями книги рекордов Гиннесса Они сказали, что они могут зарегистрировать рекорд Украины И даже у нас стало такое выражение появилось Куда ты поехал? Я ездил за колокольчиками На самом деле, это очень интересно Почему? Потому что ребята приезжают откуда-то и рассказывают При каких условиях, где они купили этот колокольчик И если мы сначала собирали такие разные колокольчики То сейчас уже просто произведение искусства Поэтому действительно очень интересная коллекция И я вас приглашаю посетить Спасибо Эту коллекцию, видите Там есть очень много интересных экземпляров Я же так понимаю, для такой большой коллекции Должен кто-то хранитель этой коллекции быть Кто у вас хранитель? Да, это я Я уже добавляю полки У меня не кабинет, у меня уже музей колокольчиков Хорошо, Роберт, последний вопрос Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день сколько членов клуба? 24 24 человека То есть меньше 20, по-моему, у вас не пускалось Никогда не было Никогда не было Никогда не было И больше 30, по-моему, тоже не было Нет, у нас все время держится на примерно это же количество 22 до 24 человек Мы следим за тем, чтобы именно те принципы посещаемости ротори Да, уплаты взносов, чтобы это все принципы соблюдались Поэтому если человек не посещает заседание Мы с ним советуемся и говорим Ну тогда, если, может быть, тебе стало неинтересно Или ты не можешь свои частные посещать Тогда мы будем приостанавливать просто членство в клубе И все Ну, абсолютное большинство, конечно Ну, таких было за все время буквально 2-3 человека Абсолютное большинство членов клуба дорожит своим членством И у нас посещаемость, ну, ориентировочно Процентов 70 посещаемость каждый раз на заседаниях, не меньше этого Летом мы не делаем никаких каникул Потому что, ну, не может быть, наверное, каникул от общения друг с другом Если это общение приятно Да, если это общение приятно Ну что ж, друзья, я хочу пожелать Роберту и его клубу замечательному Долгих ротарианских лет Многих успешных дел Радости в ротарианской жизни, в общении Ну, а для ротарианцев, которые смотрят нашу программу Наверное, есть чему поучиться В подходе, связанном и с членствами в клубе И с обстановкой, которая там создается Я думаю, что этот клуб для многих может служить очень хорошим образцом На долгие-долгие годы Всего вам доброго! Спасибо! Я хотел бы добавить, что я приглашаю всех наших друзей-ротарианцев Мы гостеприимный клуб, доброжелательный клуб Поэтому все наши друзья-ротарианцы, как украинские, так и зарубежные Могут приходить к нам на заседание клуба Будем рады всегда встретиться Ну, уж сказав А, скажи Б, где вы собираетесь? Мы собираемся в Харьков-Паласе во вторник в 13 часов Добро пожаловать! Спасибо большое!